Всем привет! Вы на канале Зе Книги, меня зовут Даша и сегодня поговорим о произведении, которое покорило меня своей обложкой. Обычно я не особо ведусь на такие вещи, но я увидела название этой книги и поняла, что обязательно должна ее прочитать. Прочитала и сейчас хочу поделиться с вами. Надеюсь, я вас немножечко заинтриговала, поэтому сегодня поговорим о книге Наркономикс или Преступный СидиКарк как успешная бизнес-продажа. Эта книга рассматривает бизнес по продаже наркотиков как обычный бизнес. От цепочки создания стоимости, которая начинается где-то в горах Андах, где фермеры выращивают лития коки, до улиц Нью-Йорка, где кокаин, собственно, сбывается. Эта книга рассматривает все аспекты деятельности наркокартелей от найма персонала до создания бренда работодателя. Да-да, не удивляйтесь, наркокартели занимаются и такими тривиальными для обычного бизнеса вещами. А в целом автор пытается ответить на один очень важный вопрос. Почему текущие методы борьбы с продажей наркотиков столь неэффективны и как с этим борются в разных странах, какие необычные способы и методы используют. Расскажу буквально несколько слов об авторе книги. Том Уэйнрайт это журналист британского издания Economist, который довольно много лет изучал тему наркокартелей, продажи наркотиков, посещал самые разные страны Латинской Америки, Центральной Америки. И, собственно, он очень много знает об этом бизнесе. Он встречался с представителями наркокартелей, да, часть из них сидит в тюрьме и, в принципе, не против пообщаться с журналистами и порассказывать о своих былых прегрешениях. Кстати, автор отметил, что руководители наркокартелей хвастаются своими успехами не меньше, чем топ-менеджеры крупных компаний. То есть для них рекордные продажи наркотиков это тоже своеобразное достижение. Возможно, у них даже есть KPI, кто знает. Все свои приключения, если это можно так назвать, автор описывает в очень доступной форме и с вкраплениями черного юмора. Не знаю, может быть, он, конечно, на любителя, но мне такое нравится. А еще автор заметил, что у крупных корпораций, таких как Макдональдс или Уолмарт, очень много общего с наркокартелем. Расскажу небольшую историю из этой книги. Большая часть сырья для производства кокаина производится в Боливии. Каждый год правительство Боливии тратит огромное количество денег и времени на то, чтобы уменьшить количество посадок коки, но при этом каждый год терпит поражение. При том, что они травят посадки химикатами, штрафуют крестьян и так далее, и так далее. Их логика очень простая, что если листья в коке будут производиться меньше, будет производиться меньше кокаина, цены на кокаин увеличатся, его будут меньше покупать. Но на самом деле так не работает, потому что наркокартели, как Уолмарт, если, например, в каком-то регионе повышаются налоги или аренда или еще что-то такое, то Уолмарт перекладывает все эти издержки на своих поставщиков, то есть фермеров, и, соответственно, то же самое делает картель. Они просто снижают цены закупки листьев коки и, собственно, страдают от этого только бедные боливийские крестьяне. Большую часть книги автор посвящает придумыванию неких способов, как уменьшить потребление наркотиков и какие современные методы могут к этому привести. Один из наиболее интересных фактов, который мне лично показался любопытным, выглядит следующим образом. Сейчас все меры по уменьшению продажи наркотиков сводятся к тому, что это несет вред вашему здоровью. Но большинство людей относится к этому так. Кто-кто, но уж точно не я, кто-нибудь другой, какой-нибудь наркоман непонятный. Естественно, это не работает. И тогда автор книги предложил следующую идею. Рассказывать людям не о том, какой вред своему здоровью вы нанесете, а о том, какой вред преступные синдикаты и наркокартели приносят целым городам, странам и регионам. Например, мексиканский город Сальвадор в 2009 году стал самым опасным местом в мире. Умереть на улицах города из-за проделок наркокартелей было примерно 10% из 100. То есть вот 10 человек из 100, которые вышли утром из дома, вероятнее всего, могли умереть. На самом деле это очень страшно. Во время войны наркокартелей в этом городе погибло 50 тысяч человек. Вы только вдумайтесь, какие огромные потери практически целый город. После того, как группировки заключили перемирие, естественно, жертв стало гораздо меньше. Поэтому, покупая кокаин у какого-нибудь дилера, не знаю, на улицах Нью-Йорка или Лас-Вегаса, думайте о том, что этот бизнес построен на крови, на крови обычных людей, которые оказываются вовлечены во все эти проделки наркокартеля. Еще один аспект этой книги касается, как ни странно, работы с персоналом. Да, да, не удивляйтесь, проблемы HR есть и в наркокартелях, и, как пишет сам автор, кадры решают все. Потому что, по сути, наркокурьер, это и есть конечное звено в этой цепочке, и от его лояльности к наркокартелю зависит очень-очень многое. И, естественно, чтобы эту лояльность получить, в ход идут запугивания, угрозы. Еще одна проблема, с которой постоянно сталкивается картель, это текучесть персонала. Так уж повелось, что работа в наркобизнесе не очень безопасная штука, и поэтому часть людей могут попасть в тюрьму, часть погибнуть, и это не очень удобно. Где же искать новых людей? И ответ достаточно простой. В тюрьмах, в тех странах, где есть довольно серьезное наказание за продажу и употребление наркотиков, ребята, которые попадают в первый раз в тюрьму, оказываются под воздействием криминальных элементов. И буквально за несколько месяцев их вербуют в картель, они выходят из тюрьмы, уже получив новую профессию, работу и новое окружение. И вообще, лучше всего борьба с наркокартелями ведется в тех странах, где в тюрьмах построена последующая социализация заключенных, потому что они попадают не в картель, а находят нормальную работу. Что еще интересного есть в этой книге? Рассуждение на тему того, как легалайз во многих странах помогает бороться с наркотиками, о том, как наркокартели используют электронную коммерцию и продажу в интернете, а также про инновационные синтетические наркотики, спайсы и все остальное. Книга интересная, с черным юмором и с очень правильной подачей на тему того, что наркотики это зло, и бороться с ними нужно всеми доступными методами, пусть даже самыми необычными. Друзья, на этом все. Подписывайтесь обязательно на канал. У нас здесь, как вы понимаете, самые интересные книги, которые я могу найти. Вот здесь я оставлю ссылку на выпуск, посвященный произведению Гузе Ильяхиной, «Зулейха открывает глаза». Ну, а вот здесь будет видео, посвященное книгам о врачах и медицине, очень интересное, всем советую посмотреть.